Да, значит, что хотела сказать, извините, я на публику очень стесняюсь, да, говорить. Вчера мы, я была немножко на шаббате, и после шаббата мы поехали, ну так как запланировали, поехали в цирк. И после шаббата как-то планировали, утили мы на цирк, мы вчера опоздали в цирк на полчаса, и мы заходим в цирк, а там открыто, ну как бы так, приоткрыто, то есть нет такого, что... Влизали в цирк, там в арктичка-то ямалку приутворена. Да, да, да. И мы, получается, там нет охраны. И там нет охраны. Мы заходим вовнутрь, стоит там мужчина, держит прожектор. И мы застанем мышку, а тут же прожектор. Все сидят по местам. Всички все по местам все. И муж говорит, ну давай уже тут вот тут постоим в сторонке. И мы же мне как-то звонили, только на стороне. И мы как раз стоим по центру. И я понимаю, что мы как зайцы проникли. И мне внутри что-то Господь Бог говорит. Ну как-то, в общем, ну... Что-то, да, совесть, что-то внутри начало колебаться. Ну Саша стоит, смотрит тебя. Я к Сереже. Я говорю, Сережа, ну как-то оно... Ну нехорошо. Ну давай постоим. Ну хорошо. Ну смотри, есть возможность. И только звоним ему возможность. Ну хорошо. Начинаем смотреть представления, акробаты, клоуны, собачек там показали. И я понимаю, что внутри... Я вспоминаю, как в Духовной Академии Инна... Если вспомнил, как в Духовной Академии пастур Инна... Инна, да, говорила. Казбаши. Что когда они в магазине скупились... Кто-то помнит, я думаю, все помнят. На пазаровых. И на большую сумму, получается, чек, они видят, что много продуктов. Забылила сумму, гледа, что в кассу Вебон им много продуктов. А сумма, ну, меньше заплачена. Сумма-то и помалка. Ну, и на сколько у Инны хватило, что она вернулась и, ну, в общем, восполнили эти деньги в кассу. И тебя все вырнуло, и сосметили, и совырнули партия в кассу. Я понимаю, что у меня внутри как будто как раздвоение идет. Да ладно, постой тут уже. Я с усетей чего-то в минуту не что-то раздвоял. А другой говорит, не-не-не, хватит, хватит. Давай, действуй, действуй. И я подхожу к мужу и говорю, Сережа, давай мы какие-то деньги дадим. Ну, мы найдем кого-то, охрану, кому заплатить. Стоит где-то от 12 до 25 лев. Но так как мы стояли, но в какой-то момент сыну уступают место прям в первом ряду, и прям вот в первом ряду. Он садится. И я подхожу к мужу, и муж дает мне 20 лев. Я чувствую, что мало. Я подхожу еще, выпрашиваю. Я с Гумоля Заповича пари. Да, говорю, ну, давай еще. И мы казалось, он дай межте. Он дает еще 10. Дай межте 10. 30 это было уже для нас потолок. Для него, для нас. И получается, что это как за два места. Муж, в принципе, стоял в телефоне, он не смотрел. Ему было неинтересно. И теперь я понимаю, что 15 и 15 это, в принципе, достойное место. 15 и 15, это достойные места. И тут вот конец представления. С вашего представления это? Кому дать деньги? На кого дам пари? Я говорю, Господи, кому дать деньги? Я сказал, Господи, на кого дам тези пари? Муж говорит, то там компьютер, значит, ну, там, кто управляет техникой, ему дашь. И чувствую, не, как-то не хочу. Я в следующем чинении, есть умоление. Господи, кому мне дать деньги? Помоги мне, кому мне дать деньги? И все, уже начинают все расходиться. Я беру Сашу за руку. Муж говорит, иди сама. Хорошо. Иду. Проходим мимо людей, и все. И идем, где вот эта ширма. Ну, как сцена. Думаю, ну, как-то заглянуть неловко тоже. И тут я открываю. И утварим. Никого. Не маникуй. А тут раз бежит, а выступала, извините, последняя девочка. И ей где-то 10 лет, 8-10. Ангел с крылышками. Ангел с крылышками. Ангел с крылышками. Она гимнастка. Вот это, знаете, крутится. Ну, вот это, в общем, на этих канатах. И тут я открываю, и она бежит, как ангел. И я такая, ой. И я говорю, я уже на переводчик написала, там, ну, спасибо большое. Она радостная такая. Спасибо, спасибо. Болгарка, ну, болгары. И она убежала. И я понимаю, я прям плачу. Муж, ну, пошел за мной, я говорю, Сережа. Я на право плачу, и казалось, Сергей. Бог прям, он прям вот в секунду прям сработал прям. Ну, я плакала, потому что, ну, это чудо. И на право плачу, и за что-то больше чудо взамен. И настолько уже я чувствовала себя вот это, чистоту эту чувствовала. И только удобрейся у этих чистотатов в себе. И я сказала, Господи, спасибо тебе, что ты мне в это вложил в этот момент. И хочу еще быстро сказать по этому же цирку. Когда нам кажется, вот, нам хочется, там, мы целый день в церкви, да, там можем быть. Устаем. Это я за себя говорю. Да, устаем. Саши. И вот смотрите, приходим мы в церковь. Что там показывали? Клоун, у которого попа приделанная. И все смеются. Ну, космассовая попа. А потом, лазеры. Лазеры. Глаза у детей болят от лазеров. Болят такие учительные детства вот из-за лазеров. Такие женщины, ну, полу, как бы, да, немного одежды на них. Разголень и жени. Да. И получается, что смотришь, и все смеются, радуются. И кажется, так вроде где-то скучно этим детям они ходят. Ну, шо тут уже, и выружки поиграли, и в траве на батуте побегали. Но я поняла, что Саша вышел, он был сильно перевозбужденный. Эти лазеры, они бегали, они делали лазерную музыку с музыкой. Это было спецэффектно. Но что влечет за собой этот новый мир, который сейчас компьютерный, лазерный, смеющийся над, показывающий детям, что если кто-то вдруг, у кого-то может штаны спадут, или он упадет. И с него будут смеяться. И мы настроены на это, настраивать детей на такое направление, что дети не сочувствуют. Эмпатия пропадает. И только где же посмеяться, где же найти кайф выше, все выше и выше. Поэтому хочу сказать, кто ходит в церковь, кто водит своих детей и устает. На самом деле это счастье. Ну, что здесь провести время, кажется, трудом. Но этот труд, он важнее для нашей вечной жизни, чем тот, вроде как, кайф и отдых в цирке, в кафе, в ресторане. Конечно, тоже нужно ходить, но опять же, с каким мыслом и с каким именно подходом. Вот, поэтому благодарим родителей за то, что они водят своих деток в воскресную школу. И что здесь уже детки воспитываются в этом Божьем духе. Ну, в общем, так. Спасибо.